друзья всем привет пятница 13 сейчас 12 часов утра дня полдень и я начинаю нашу традиционную передачу ответы на вопросы к сожалению повестка сегодня такая что иногда просто нет возможности подключиться и выйти прямой эфир как это обычно бывает четверг вечером поэтому мне кажется в данном случае не так важно эта передача выйдет где-то примерно часа через три-четыре я надеюсь что ребята все обработают и не позднее чем там пять или шесть часов сегодня все выйдет вряд ли что-то устареет какая-то информация будет свежая хотя как эта информация будет остаревшая хотя с другой стороны ну наверное каждый из вас понимает что жизнь меняется и меняется настолько быстро что иногда даже час и что-то новое и так мир раскололся опять до и после с утра субботы то есть фактически ровно недели назад когда в канун судного дня движение хамас вооруженные тысячами ракет вооруженные до зубов боевики ворвались на территорию израиля неожиданно израильтяне надо сказать прошляпили этот момент это было очень трагично убили на сегодняшний момент известно уже примерно 1400 погибших израильтянах такого никогда не было со времен войны судного дня то есть 50 лет назад как говорится никогда такого не было и вот опять ну и тысячи ракет по городам израиля ракеты из севера то есть хизбалла объявил о том что если израиль начнет военную операцию то она присоединится я думаю скорее для галочки сегодня как я уже сказал пятница 13 и хамас объявил этот день днем возмездия обещают теракта обещают беспорядки просто наверное нужно быть сегодня аккуратными но надо понимать что эти ребята есть повсюду и просто надо быть бдительными сегодня итак армия обороны израиля 7 октября 23 года начала операцию в секторе газа под названием железные мечи это было решение ответом на массированный ракетный обстрел и проникновение палестинского движения хамас на израильскую территорию 9 октября министр обороны йов голланд заявил что вооруженным силам страны был выдан приказ о полной блокаде сектора газа в секторе прекратили подачу электричества газа потом и продовольствие воды ну и ранее было объявлено что вступает в действие сроковая поправка то есть страна находится в том состоянии котором она была ровно 50 лет назад до этого ничего подобного не было иначе говоря израиль находится сегодня официально в состоянии войны уже более 300 тысяч мобилизованных было в течение нескольких буквально часов двое суток и израиль смог мобилизовать 300 тысяч резервистов и я просматриваю естественно списки погибших есть для этого соответствующие сайты вот еще там знакомых друзей вижу очень много русских фамилий вижу что бой пошли уже резервисты вижу что есть погибшие 30 40 даже 50 до 60 летние люди понятно что это именно резервисты там и написано в основном конечно сейчас боевых действиях участвуют бригады цинханин голландии геватий и различные сэйрот а также нахань сэроп это спецназ вот такая вот ситуация что собственно говоря происходит у нас с вами дальше по израиль создал по периметру сектора газа закрытую военную зону проникновение через который запрещено и сегодня утром израильтяне вернее вчера вечером сказали что дают 24 часа всем на выход из северной части сектора газа всем переместиться жителям то есть они не хотят жертв среди мирных жителей и сказали что в общем то у вас есть время на то чтобы перейти переместиться в южную часть газа то есть видимо они будут расчленять сектор газа и зачищать от террористов известно что основные штабы основные точки управления хамаса находится под больницами под учреждениями которые не будет естественно бомбить израиль ну так я так понимаю что после того как вот эти вот часы пройдут видимо израильтяне начинают военную операцию имеется ввиду схопутную другое дело что понятно что там все заминировано и естественно что займет время расчистка кроме того как обычно выясняется что не хватает какого-то вооружения какого-то снаряжения и так далее все это сейчас поступает но впереди долгая очень долгая дорога дорога к миру но она будет столкнула конечно большим количеством жертв великому сожалению возможные последствия войны мы с вами обсуждаем не раз на моем канале и мы понимаем что многие страны арабского мира могут поддержать хамас и поддерживают единственная страна которая выступила активно против происходящего против этой агрессии это объединенные арабские эмираты так что большое спасибо шейфам значит что еще есть опасения что войну будет втянуто хизбалла но и многие палестинские группировки я думаю что хизбалла будет втянута в конфликт только тогда когда им дадут собственно говоря отмашку что еще происходило на этой неделе такого что было бы несколько необычным или экстраординарным ну во первых на днях точнее позавчера поздно вечером владимир путин подписал указ об осуществлении обязательной продажи валютной выручки в иностранной валюте получаемой отдельными российскими экспортерами по внешне торговым договорам контрактом там три ключевых нововведения я думаю что большинство из них прочитали но все-таки отдельные компании причем не говорится какие это закрытый список но я думаю что все примерно понимают о ком идет речь значит они в течение полугода обязаны репатриировать и продавать валютную выручку российском рынке в объемах и сроках которые будут установлены правительством иначе говоря правительство будет четко контролировать продажи валюты почему они в течение очень короткого срока планируют принять четкие параметры четкие списки второе это вводится обязанность для компаний на предоставление в банк россии но это для отдельных крупных компаний экспортеров и рост финмониторинг индикативных планов графиков по покупке продажи иностранной валюты ну хотят контролировать это в ручном режиме понятно ну и в отдельные компании вводятся комиссары так называемые назовем так иначе говоря уполномоченные представители рост финмониторинга в задачи которых входит как раз контроль мониторинг всего этого дела обеспечение правил валютного регулирования решение как уже сказано было коснется примерно 42 групп компаний которые относятся к черной цветной металлургии зерновом производства понятно кого это коснется лесной химической промышленности отраслям естественно тека вот и ну как я уже сказал все названия не приведены ну к чему это приведет ну наверное действительно к некоторому укрепление рубля но я сегодня утром уже написал пост рекомендую посмотреть его в канале биткоген где я четко обозначил что друзья все это конечно здорово и это в короткую может вызвать некоторое укрепление рубля даст ли это какой-то большой как либо говорить буст импакт будет не будет большого буста и не будет большого импакта почему да потому что это не кардинальное решение проблемы кардинальное решение проблемы это когда страну будет поступать гораздо больше валютной выручки и самое главное цены энергоносителей вырастут вот больше продавать за валюту у нас как известно сейчас перекос очень серьезный большинство поставок продажи нашей продукции мы осуществляем значит через продажу в рупиях гирхамах и других дружественных валютах ну и о них естественно вот а платежи приходится делать в долларах евро ну и так далее вот в этом как бы ну наверное основная проблема потому что сальдо платежного баланса у нас по-прежнему положительная более того пошла информация об увеличении валютной выручки так что я думаю потихонечку рубль действительно будет укрепляться решение в принципе оно разумное другое дело что она ничего кардинально не решает но краткосрочно оно может действительно помочь укрепить и так далее я в настоящий момент вижу что рубль у нас с вами торгуется на уровне сейчас гляну прямо 97 и 15 сотых ну то есть укрепление определенное где-то в размере три с половиной может быть сегодня четыре процента будет ну и слава богу смотрите самое главное здесь это восстановление доверия к валюте потому что когда нет доверия люди планируют свои действия исходя из того что они покупают иностранную валюту держат свои деньги в иностранных ценных бумагах и так далее восстановить доверие это очень непросто что еще ну вот как раз еще новость что доходы россии от продажи нефти потихонечку растут за последнюю неделю мы видим статистику который показывает что доходы россии от нефтяного экспорта в сентябре выросли почти на 2 миллиарда долларов относительно августа и достигли 18,8 миллиарда это максимальное значение с июля 22 года вот это реально та информация которая потихонечку будет влиять другое дело мы с вами должны четко понимать есть лак лак очень серьезный последнее время он увеличился лак и по логистике лак и по поступлению валюты сейчас все идет гораздо медленнее и сложнее поэтому скорее всего мы с вами увидим все это дело несколько попозже общий объем экспорта по данным мы вырос на четыреста шестьдесят тысяч баррелей в сутки это много до 7 и шесть десятых миллиона баррелей в сутки то есть экспорт сырой нефти увеличился на двести пятьдесят тысяч баррелей до четыре девять десятых миллиона баррелей в сутки поставки нефти предназначены для китая увеличились на двести семьдесят тысяч баррелей в сутки для турции на восемьдесят тысяч при этом указывает что порядка ста девяносто тысяч баррелей в сутки из россии распределяется по неизвестным направлениям понятно что это закрытая информация средневзвешенная цена российской нефти в сентябре выросла на восемь долларов до восьмидесяти одного целого и восьмидесятых доллара за баррель и дисконт каталонной марки бренд оказался на минимум с марта двадцать второго года и составил всего 12 2 но вы меня спросите как же так вроде бы юралс торгуется по семь четыре семь шесть и так далее но есть еще light saberian то есть есть разные сорта российской нефти поэтому речь идет о среднем ну еще что интересного было на последней неделе инфляция в сша снова растет опубликованный отчет длс значит показал что инфляция в сша в сентябре в годовом исчислении осталось на уровне предыдущего месяца 37 год года но чуть выше консенсуса 3 и 6 по отношению к предыдущему месяцу инфляция замедлилась до 0 4 процента после 0 6 процента годовых 0 6 процента месяца к месяц извините говорился в августе и также чуть превысило ожидания рынка ожидали 0 3 бензин сентябре подорожал на две целых три десятых процента от месяца к месяцу что мягче августовского скачка на 10 половиной процентов а моторное топливо сохраняет довольно высокий темп роста цен более половины вклада в структуру месячной инфляции обеспечивал рост стоимости использования жилья также заметный вклад внес продолжающийся рост цен на бензин и в целом на энергоресурсы значит базовая инфляция кора cpi не включающие продукты питания и энергоресурсы считающиеся более устойчивым показателем инфляции совпало с ожиданиями рынка по отношению к предыдущему месяцу цена составила 0,3 процента продолжив снижение годового выражения с 4,3 до 4,1 причем более 70 процентов это важно понимать структуре базовой инфляции обеспечила рост платы за жилье вообще более смущает не cpi а вышедший в среду индекс ppi промышленной инфляции так вот рост индекса ppi в сентябре 2,2 процента год году стал рекордным с апреля и существенно превысил консенсус прогноз который ожидался на уровне 1,6 процента базовая инфляция продолжает замедление хоть остается еще выше цели фрс ну сентябрьский медианный прогноз фрс предполагал еще одно поднятие процентной ставки до конца года с минимальным снижением двадцать четвертом году мое мнение что не будут они этого делать не будут они поднимать я считаю что ничего из этого не будет скорее всего мы уже вышли на плату и в какой-то момент мы это почувствуем что доходности по десятилеткам американском потихонечку начнут снижаться по крайней мере я на это рассчитываю хотя глава джипи а морган считает и по-другому так что как говорится у каждого товарища свои свое мнение ну и еще чего интересного за последнюю неделю это то что госдолг сша вырос еще на полтриллиона долларов и он составляет сегодня тридцать три с половиной триллиона долларов то есть господа только совсем недавно тридцать один четыре опа и уже тридцать три с половиной два и одна десятая триллиона фактически за несколько месяцев это очень много и это наводит конечно нехорошие мысли выдержат ли это сейчас американцы да выдержит ну а что будет дальше дальше посмотрим госдолг почему так сильно растет потому что есть необходимость покрывать резкий рот рост бюджетного дефицита который во многом связан с увеличением стоимости обслуживания кстати говоря существующего долга сша сша в целом рост госдолга связан с увеличением обязательных расходов на социальную сферу и медицинское страхование американская экономика в основном функционирует сегодня за счет также кстати как и у нас бюджетного импульса но просто долги у россии на порядке меньше вот в этом вся разница я не хочу сказать что супостаты загнивают а у нас все хорошо но госдолг там действительно гигантский ну и последнее из такого интересного продолжается сезон забастовок профсоюз работников автомобильной промышленности отрасли United Auto Workers это UAW неожиданно объявила присоединение к забастовке работников предприятия Ford Motors короче говоря забастовки автопроизводителей продолжаются для Форда это очень неприятная новость это в принципе рост и держит причем значительный учитывая огромную долговую нагрузку Форда это проблема но кроме того мы знаем что продолжаются забастовки в других отраслях в частности в медицинской медицинской сфере насколько я знаю Голливуде опять неспокойно и опять все это продолжается таким вот образом доходность десятилеток после пика на уровне примерно 4 85 снизилась по минимум было на уровне 4 55 4 56 в настоящий момент мы видим что американские десятилетки торгуются на уровне 4 65 но все-таки довольно значительное снижение доходности и опять же это предполагает что скорее всего все-таки рынок надеется что ФРС поднимать ставку больше не будет очень интересная ситуация я хочу сейчас обратить ваши друзья внимание сложилось на рынке корпоративного долга на прошлой передаче рекомендую посмотреть я говорил о том что очень высокие доходности дают весьма качественные корпоративные облигации и что их наверное стоит подбирать но вот что изменилось за неделю я возьму даже тот же apple который гасится в сорок пятом году мы знаем что это но надежнее мало что есть и рейтинг у него практически как у государства double a плюс так вот и облигации apple погашаемые в сорок пятом году выросли на два процента то есть снижение доходности приводит к росту цен облигации tnt но там рейтинг triple b минус виноват triple b так вот дающие доходность сегодня 5 71 с погашением в двадцать восьмом году выросли на один процент а те которые гасится в пятидесятом году и дают доходность 6 45 выросли на два с половиной процента нормально так боинг с погашением в пятидесятом году и с рейтингом triple b минус то есть вполне нормально дает доходность 6 45 и соответственно вырос тоже на уровень примерно 274 что у нас еще интересно ну вот такие облигации как например то что любит баффет accidental petroleum с погашением скажем в тридцать шестом году и дающие доходность 6 54 сегодня выросли с рейтингом кстати говоря double b плюс то есть вполне нормальный рейтинг тоже выросли примерно 2 1 десятый процента то есть долговой рынок америки потихонечку начал расти в ценах и снижаться по доходности я не зря говорил прошлый раз ребят обратите внимание доходности очень интересный и имеет смысл бумаги начинать брать но согласитесь зафиксироваться на шесть с половиной семь процентов по долларам на срок например лет пять шесть семь десять не так уж и плохо для многих потому что я еще помню лет пять назад мы мечтали года три назад мы мечтали как бы так вот иметь деньги и вложиться например под доходность 6 или 7 годовых ну прикиньте сами я беру калькулятор считаю допустим у вас есть миллион долларов ваш миллион долларов если мы будем считать тупо что это миллион долларов допустим дающий ежегодно ну скажем шесть с половиной процентов это извините 65 тысяч долларов в год иначе говоря порядка пяти тысяч долларов в месяц для кого-то уже неплохой доход то есть относительно ну небольшая сумма которая реально накопить многим ну в принципе если так поднатужится за там какое-то количество лет то в общем то обеспечивают ну если в рублях 500 тысяч рублей в месяц если же мы говорим 2 миллиона соответственно десятка в месяц то знаете друзья мы раньше мечтали о таких доходностях которые могли бы обеспечить неплохой именно стабильный неплохой денежный поток вот пользуйтесь моментом кучи корпоративных облигаций американские дают такую вот доходность начинается сезон отчетности в америке значит ну прежде всего выходит скоро банковский сектор и сегодня мы увидим отчеты по ведущим банка в америке такие как а джипа морган велосфарга и так далее но ближайшее время мы увидим продолжение этого тренда рынок комодитис но и нефть естественно на фоне текущих событий подпрыгнула в цене но крайне незначительно менее одного процента это удивительно потому что в случае разрастания конфликта мы прекрасно с вами друзья понимаем что нефть пойдет выше и значительно но того нефтяного шока который испытал мир 73 году мы конечно с вами не увидим газ газ да газ вырос примерно процентов на 12 в америке нет не так значительно и более 30 процентов в европе то есть он торговался на уровне примерно 400 долларов за кубометр за тысячу кубометров извините так вот значит сейчас речь идет о том что он уже торговался сегодня цифры были шестисотые но потом правда произошел откат определенный ну и там не 400 базовый отсчет 11 считает где-то 424 130 естественно что на фоне происходящих событий золото вверх примерно на три с половиной процента но и серебро на пять с половиной мы говорили не раз если хотите брать что-то типа брать золото но с плечом возьмите серебро ну вот серебро выросло почти в два раза больше чем золото ну можно брать в конце концов инструменты типа нукта и джнуга другое дело там временная составляющая поэтому если вы мечтаете сидеть золото так сидите в серебре если хотите что-то чуть-чуть переактивнее за неделю китайский рынок прибавил почти 6 процентов гонконгские акции наконец-то стали отскакивать от на обратите внимание но было у нас в празднике на прошлой неделе по сообщениям из источников блюнберг китай готовит новые стимулы и ради этого бюджетный дефицит по всей видимости будет увеличен кроме этого вчера стало известно что китайский госфонд покупает акции крупнейший госбанк и планирует увеличить вложение в активы в течение полугода китайский рынок позитивно отреагировал на госучастие хасинг сегодня вырос на 1,9 процента переходим к россии матушки ну главное в тот момент когда мы узнали о том что подписан закон об обязательной продаже валютной выручки кроме того что у нас укрепился рубль и одновременно с этим пошел расти индекс rgbi индекс российских гособлигаций не мудрено не мудрено и мы собственно говоря этого ожидали но сказать по совести реакции индекс rgbi когда он упал за последние несколько месяцев со ста тридцати до сто восемнадцати коррекция на уровень сто восемнадцати шесть сто восемнадцати семь но правда она микроскопическая так что будем следить за этим пока сегодня индекс rgbi растет кстати хочу обратить внимание что доходности по с облигациям вполне нормальные многие спрашивают стоит ли брать если можно ожидать конца месяца еще одного поднятия ставки я думаю что оно давно заложено в цену по крайней мере что мы имеем на кривой доходности годовые облигации дают примерно двенадцати шестьдесят семь десятилетки дают двенадцать ноль два двадцатилетки одиннадцать восемь то есть кривая доходности потихонечку стала инвертированной ну с одной стороны она говорит о том что видимо жесткая политика центрального банка может загонять страну в рецессию с другой стороны наверное идут ожидания ведь как дальний конец начинает расти в ценах снижаться подоходности очевидно игроки уже закладывают будущий рост цен обратите внимание мы не раз говорили что в общем то есть чего покупать первичный рынок несмотря ни на что работает после волны очень крупных размещений которые были в сентябре активность в октябре по таким ставкам естественно много снизилась объявили размещение мтс банк на 5 миллиардов рублей санлайт на миллиард ультра на 100 миллионов быстро деньги на 250 миллионов разместились за неделю селигдар золотые облигации под пять с половиной процентов еще раз говорю весьма неплохой инструмент мне нравится честно они мне денег не заносили но мне просто нравится это дело потому что это по сути у вас уникальный продукт где мы имеем золото с денежным купоном с денежным потоком причем пять с половиной процентов годовых но друзья по моему это неплохо селигдар насколько я знаю чувствует себя вполне неплохо разместился маэстро на 3 миллиарда рублей под 14 процентов рублях и етек на 6 миллиардов под 15 35 эти облигации мы брали считаем что они интересные в общем-то 15 3 десятых но камон мне кажется это весьма неплохо а это не джанк это крепкий такой второй третий эшелон рынок российских акций индекс мосбирж за неделю вырос на один процент до 3161 пункта вчерашнее падение на вечерней сессии из-за новостей о продаже валютной выручки частично были выкуплены тем не менее индекс продолжает торговаться в диапазоне три тысячи три тысячи двести смотрите многие мне задают вопрос а стоит ли сейчас наверно продавать акции экспортеров ведь рубль пойдет укрепляться друзья я не думаю что рубль сильно пойдет укрепляться я не верю в это почему-то потому что ну слушайте ну хорошо будет 95 94 что для экспортеров это плохо да шикарно ну чуть-чуть недополучит прибыли поэтому считаю что глобально уровни очень комфортные и для никеля для остальных компаний так что попрыгают на месте пойдут расти дальше что еще интересно дивидендные гэпы были в акциях новотек от от нефти бсп пока они не закрыты но потенциал закрытия достаточно неплохой активность в сегменте акций несколько снизилась но зато увеличилась сегменте облигаций за неделю у нас с вами газпром вырос на 2 процента рост нефт на 1 и 3 десятых лукойл почти на 5 процентов мы не раз говорили обратите внимание на лукойл он будет расти дальше но вот результат алроса после довольно сильного падения корректировалась вверх на 4,8 процента и фосагра который точку тоже потихонечку начала расти на 2 и 9 никель почти становится на месте прибавил жалкий 1 процент что конечно маловато ну и после сильного роста сургут нефигаспреф немножко откорректировался на 4 процента но предварительно рост был сильный какие впереди крупные корпоративные события первое введение требования обязательной продажи валютной выручки на этом уже говорили значит сберп рсб у должен выйти за 9 месяцев двадцать третьего года ожидания очень позитивные байбэк магнита у нерезидентов на 7 и 9 капитала из бельгии заявили что пока не запретят импорт российских алмазов ну вот это одна из причин почему у нас с вами алрос пошла наверх очень интересно фас предлагает повысить тарифы для транснефти на 7,2 проценты соответственно позитив для акции транснефти ну и макро вышла статистика индекса потребительских цен за сентябрь рост оказался инфляции естественно выше чем показывали оценки годовая инфляция ускорилась до 6 процентов боже какая неожиданность мои предположения что увидим по итогам года где-нибудь процентов 7 но все равно ставка на порядке выше кстати два слова ставки смотрите вот это важный момент многие говорят реальная ставка у нас с вами допустим будет 7 она сейчас 13 возможно будет 14 14 минус ну скажем 7 7 7 процентов это много это действительно много но давайте немножко поясню логику центрального банка центральный банк считает что если реальная ставка составляет два процента надо инфляции 2 процента то есть у нас инфляция 7 значит реальная ставка допустим 2 это 9 это нейтральный друзья стак все что выше вот 9 это уже степень жесткости если я просто говорю критерии центрального банка если 2 процента еще выше вот этой нейтральной ставки выше 9 то есть выше 11 это уже относительно жесткая. Ну и наконец, еще 2% выше этого считается уже увеличение степени жесткости. Так что, если мы выйдем на 14-ю и даже 15-ю ставку, это будет означать, что либо Центральный банк закладывает, что инфляционные ожидания очень высокие, их надо гасить в сверх жесткой денежно-кредитной политике, либо наверное, это продлится не очень долго. Хотя они и заявляют, что это все надолго. Посмотрим. Посмотрим, какая будет инфляция, если она сохранится на уровне 6-7% и будет показывать, в общем-то, тенденцию к снижению. Я думаю, что Центральный банк несколько понизит степень жесткости и мы увидим снижение. Поэтому я как раз сейчас и говорю, что, наверное, облигации корпоративные на 5-7 лет, дающие 13,5-14-15 годовых, наверное, имеет смысл брать. Или длинные, ну скажем, 10-летние ОФЗ, наверное, тоже. И обратите внимание, они довольно успешно научили расти. Именно длинный конец. То есть кривая, еще раз говорю, стала инвертированная. Вот такая вот, друзья, штука. И теперь мы с вами переходим к вопросам. Вопрос первый. Сургут, нефтегаз, префы выросли, префы, а не префы, не важно, выросли в цене. Долго продержаться? Немножко не понимаю вопрос, что значит долго продержаться. А, имеется в виду, не будет ли коррекция? Думаю, нет. Слушайте, у Сургута все очень-очень хорошо, поэтому я, честно говоря, делаю ставку на эти акции. То, что они немножко просили за последнюю неделю, но мое мнение, что ничего страшного в этом нет. Я бы держал эти бумаги и, более того, может быть, их снова покупал. Там дивиденд по году вырисовывается порядка 11%. Это доходность очень высокая, поэтому нормально. Поэтому я думаю, что там еще потенциал роста неплохой имеется. Вопрос такой. Какая ситуация с Роснана? Имея облигации с погашением в 23-м году в декабре, есть ли шанс получить выплаты? Ну, смотрите, вообще ситуация непредсказуемая, если честно. Это чисто чиновничья пила. То есть, ну, как решат чиновники? Я думаю, что они воздержатся от дефолта. Ну, никто не хочет получать по шапке. Придумают, но стопроцентной уверенностью, к сожалению, все это предугадать нельзя. Вопрос следующий. Когда МТС закроет дивидендный гэп? Хороший вопрос такой. Ну, смотрите, МТС вообще исторически достаточно долго закрывает свой дивидендный гэп, но тем не менее, я думаю, что дивиденды по итогам года будут 34-36 рублей за акцию. Это дает неплохую доходность, поэтому я думаю, что рано или поздно закроет, а по сроке по МТСу сказать сложно. Дальше прогнозы, какие по травяному рынку. Смотрите, трава достаточно сильно выросла. То есть, многие ожидают, что ближе к выборам демократы начнут обещания свои исполнять и будут либерализовывать этот рынок. Вполне возможно. Первая волна роста закончилась довольно серьезной коррекцией, хотя и весь рост не ушел. Полагаю, что будет вторая волна роста, поэтому, ну, кто хочет очень спекулятивный продукт, и ни в коем случае я не буду советовать. Можно покупать эти акции. Наверное, это интересно. Стоит ли россиянин инвестировать через интерактив брокер? Ну, друзья, совет здесь давать невозможно. Скажем так, то, что надежность IB у меня сомнения не вызывает, это факт. То, что IB предоставляет услуги россиянам в усеченной форме, но тем не менее предоставляет, и услуги качественные, это тоже факт. Комиссии там комфортные, это факт. Отчетность, ну, достаточно комфортная, это тоже факт. Поэтому, ну, смотрите, ну, пока, по крайней мере, причин для переживания не вижу, а если кто-то переживает, ну, можете открыть счет в Дубае, пожалуйста. Обращайтесь, всегда поможем. Но, скажем так, лучше IB все равно пока ничего, к сожалению, нет. Экзанта, да, неплохой сервис. Просто компания поменьше, уровень надежности меньше, ну, объективный. Хотя никаких претензий к экзантии не имею, с ними работаю с огромным удовольствием. Россиянам счета открывают, хотя с определенным геморроем. Так, в офисе NVIDIA во Франции прошли обыски антимонопольной службы. Вопрос, будет ли эффект на акции? Ну, я вас умоляю. Что такое для NVIDIA обыски антимонопольной службы? Пока, ну, так, мышильная возня. Банки прекращают принимать валюту, спреды очень высокие, банки-корреспондент отказывает. Не едем ли мы обратно в СССР, и как бы теперь с переводами за рубеж и в Эмираты в частности? Есть идеи? Да, идеи есть. Давайте это, если кому-то нужно, просто обращайтесь сейчас на порядке в личку, будем рассказывать, что можно делать. Обращайтесь, поможем. Пишите просто в личку, у нас есть люди, которые быстро ваши запросы обработают. Ну, надеюсь, сможем помочь. евро и USD к паритету пойдет? Я думаю, что пока нет. Смотрите, более того, я думаю, что сейчас мы находимся где-то на уровне 1.05 с небольшим. Я думаю, что можем и попрыгать на этих уровнях, можем теоретически быть 1.04. Многое зависит от того, что будет в геополитике. Будет разрастание конфликта или нет. Если народ испугается, ну да, доллар может пойти теоретически выше, то есть DXY. Вот я посмотрю сейчас, где у нас с вами находится доллар к евро. Ну, вот в настоящий момент 1.05.34. Долетали до 1.06, где-то чуть-чуть на с половиной. Ну, сейчас опять DXY пошел расти. Ну, все зависит от напряженности, от того, насколько будут инвесторы на нервах. но тем не менее, паритета пока не жду. 1.03, ну, максимум пока. То есть, еще раз говорю, будем смотреть, что происходит. Так, ну, вообще, американская экономика чувствует себя все-таки не так плохо, по крайней мере, лучше, чем европейская. Поэтому, не знаю, не уверен, что тем не менее, мы увидим такое сильное укрепление доллара. хотя много факторов говорит за то, что, в общем-то, доллар еще может подрасти. Но ставить на то, что будет еще плюс 5-6%, пока не уверен. Так, много говорят и пугают о цифровом рубле. Поясните, пожалуйста, что это вообще такое? Ну, это цифровая валюта, официальная цифровая валюта, где эмитентом выступает Центральный банк России без каких-то ограничений на эмиссию. И стоимости будет гарантированных как стоимость обычного рубля. Счета будут фактически у человека, у каждого напрямую в Центральном банке. Банки будут выступать просто агентами. Комиссии, как я понимаю, будут нулевые. Это все плохая новость для банков и хорошая для граждан и бизнеса. То есть, уменьшение транзакционных издержек. Плата за это, ну как, человек весь на ладони. Центральный банк и искусственный интеллект видит абсолютно все. Все его транзакции, кому он платит, кому он получает и так далее, и тому подобное. Есть такая штука. Вот, технологический, ну риск как технологический, можно, например, запрограммировать определенные траты. Даете какой-то приказ, который выходит за рамки обычных ваших операций, система блокирует и говорит, ребятки дорогие, а что это вы такое тут творите, объясните. Вот, поэтому, ну, есть в этом определенная проблематика и воевать с искусственным интеллектом и кричать, я не такая, жду трамвая, будет сложно. Значит, это некий риск для банковской системы, потому что, ну, это будет понижать, естественно, уровень ликвидности системы. Но это, я думаю, небольшой риск и с этим все справятся. Для банков это челлендж, это вызов. Значит, банки больше падут в другие бизнесы, станут больше технологическими компаниями, финтех-компаниями, будут больше заниматься управлениями активами, будут больше давать кредитов, будут становиться кредитными депозитными агентствами и так далее. Но это все не за пять минут. Умные справятся. Глупым будет тяжело. Но вроде дыроков в этом секторе не осталось. Так, почему падают в цене облигации Автодора? Ну, вообще-то облигации Автодора падают абсолютно вместе с рынком. Это надежная, на мой взгляд, вполне бумага, ну, в определенной степени высокой надежности. Доходность по ней, насколько я знаю, еще из порядка 14-ти годовых. По мне нормально. То есть снижались все облигации вместе с индексом RGBI. Рост доходности падения цены. То есть здесь ничего критичного нету. Более того, я держу в своих портфелях Автодора и на текущих уровнях буду увеличивать. Ничего плохого не вижу. Так, являюсь подписчиком, вижу много сервисов, партнеров, направлений, не хватает навигации. Сделайте эфир, где подробно обо всем расскажете и ответите на вопросы. Уверен, вопросов будет много. Друзья, сделаем обязательно навигацию. Мы постараемся вообще, мы стараемся строить такой, знаете, большой сервис, большую систему, которая бы давала вам много возможностей. Получать идеи, получать аналитику, получать различные мнения, получать новости и что ценно самое, это новости и комментарии к ним. Вот это очень важно. Это наш хот-лайн. Вот, да, действительно, у нас уже там энное количество телеграм-каналов основной. Биткоган-хотлайн, где новости, короткие комментарии. Это принципиально ничего лишнего. Новость, важная новость и комментарии. Арт-лак Шаримани, где мы совместно с Егором Альтманом говорим об альтернативных видах инвестиций. На мой взгляд, это очень интересная тема, много прикольного. Дополнительно, это, во-первых, все к деньгам, дополнительно, это мой личный блок, который растет, который за пару-трой недель уже вырос до 25 тысяч, подписчиков, мне это очень приятно за доверие. Там я, живой человек, я, Евгений Коган, отвечаю на вопросы, говоря о том, что меня волнует. Понятное дело, что последние несколько дней я говорю на 90% исключительно о вещах, связанных с обострением в Израиле, но уж извините, у меня там близкие родственники, сердце мое неспокойное. Но вообще, это блок, в котором я буду рассказывать о том, что меня лично волнует, то, что я считаю правильным. Так называемые непричесанные мысли, где не будет у меня вот редакторов, которые мне рассказывают о том, какой я должен быть политкорректный, какой я должен быть гладенький, аккуратненький, никому не наступающий на мозоли, чтобы, не дай бог, чтобы, ай-яй-яй. Ну вот, я не наезжаю на них, они правы, они отрабатывают в конце концов то, что должны делать. Но в своем личном блоге тоже в рамках, естественно, приличия и соответствующим моим уровнем интеллигентности и понимания жизни я буду писать о тех вопросах не только по экономике, которые волнуют меня. Так, какая у вас средняя по ТМФ? К сожалению, высокая, в районе 8, немножко, может, пониже. Плохо, плохо. То есть, сейчас потери довольно большие. Рассчитываю, что ТМФ вернется к уровням выше 9. Думал, что вернутся где-то в октябре-ноябре, но, судя по всему, это произойдет, наверное, не раньше февраля-марта. Ну, посижу. Но, возможно, в разных стратегиях по-разному, где-то чуть выше 8, где-то чуть ниже 8, но дороговато. Дороговато вошел, честно скажу. Почему рынок нефти не реагирует на эскалацию на Ближнем Востоке? Ну, во-первых, реакция была, порядка 4% был рост. В понедельник просто многие понимают, что, скорее всего, ситуация не выйдет за пределы сектора газа, и даже та же Хизбалла, которая, конечно, грозит, так сказать, сжечь пол Израиля и так далее, в действительности только грозит, потому что, ну, подогнали американский авианосец, могут подогнать еще один. Ну, Хизбалла мало что делает без указки, вернее, ничего не делает без указки из Ирана. Я не уверен, что Иран сейчас захочет вылезать. Ну, все может быть. Кроме того, понимаете, пошли слухи довольно серьезные, а вот это уже серьезно про рынок нефти, что американцы планируют значительно увеличить, точнее, американцы надавили на саудитов для того, чтобы они значительно увеличили поставки нефти. Так что Саудовская Аравия может пойти на сделку, где она получает оружие и полную, скажем так, защиту от Америки в обмен на увеличение поставок нефти. Для России не очень приятная новость, но это основная причина, почему рынок нефти ведет себя так. Ну, и плюс по экономике ожидания рецессии, а для нефти, пардон, это никогда не плюс. Так, не затронет ли конфликт безопасность перелета в Дубай? Друзья, да кто может сказать, что будет? В конце концов, слушайте, еще недавно Израиль казался одним из самых спокойных мест, и многие перевозили туда семьи в надежде на то, что в Израиле все будет тихо и спокойно. Мир меняется, мир неспокойный. Дубай, ну, как вам сказать, в принципе, шейхи молодцы, они действительно ведут очень разумно, очень сдержанную политику. Но, знаете, честно, вот я смотрю за их действиями, красавцы умеют лавировать, умеют ставить галочки, где надо, то есть у них получится надо и гибкости. Мне очень понравилась позиция президента Эмиратов, который выразил свои негативные отношения к данному конфликту и именно в плане осудил Хамас. Моему от делу не забудем. Вот, но мне нравится, как они проводят свои реформы, что они делают в экономике своими жителями. Я не вижу никакой дискриминации, ничего. При этом я вижу, что они умеют договариваться с буйными соседями из-за речки, речь идет об Иране. Более того, огромная часть плодово-овощной продукции в Дубае из Ирана, пардон, да и иранцы там поделывают свои деревья. Поэтому нет, Дубай нужен всем сейчас и я что-то не думаю, что там что-то будет страшное. Плюс не забывайте, Дубай это мощнейшая военная база США и в общем-то рядышком базируется американский флот. Так что Дубай под надежным прикрытием, он нужен всем и выгоден всем. Так, что делать с ТМФ? Входили примерно вместе с вами, но на 6 не стало усреднять, что делаем дальше? Вопрос в количестве денег. Честно говоря, я бы сейчас усреднял эту позицию. Если немножко взяли, я бы добрал. То есть здесь я не боюсь, это на мой взгляд не перерыв. Кредит ни в коем случае. Кредит не надо, там и так кредитная составляющая есть. Это плечевой инструмент. А так терпение подождать. Я жду и думаю, что все будет нормально. Так, но если есть возможность и запас денег, я бы ТМФ конечно увеличил. Мне подходят деньги сейчас бондовый сертификат. Обязательно несколько процентов от приходящих денег я вкладываю в ТМФ. В итоге у меня среднее будет на уровне может быть 5,5-6. Это будет уже вполне так секси. Еще раз говорю, что я думаю, что все-таки где-то март, может быть апрель, мне удастся уже эту позицию продавать значительно выше 9. Посмотрим. Еще раз, это не рекомендация, это мысль слух. когда и на каких курсовых отметках стоит покупать валюту? Хорошая ли идея зайти в российские облигации в юанях и долларах, если чуть снизится курс? Наверное, да. Смотрите, все равно бюджет будет дефицитным, все равно так или иначе мы увидим с вами продолжение бюджетного импульса, поэтому скорее всего где-то на промежутке год-два рубль все равно будет слабеть, очевидно, поэтому скажем так, я бы наверное выбирал возможности и потихонечку бы входил в замещающие облигации, дающие неплохую доходность, ну, наверное, не в моменте, наверное, можно найти будет курс чуть-чуть поинтереснее, ну, вы знаете, проблема вот в чем, мы же никогда не можем угадать, вот если вот пришел ко мне человек на днях и говорит, слушайте, вот у меня идет денежный поток, вот я собираюсь там через какое-то количество лет жить за границей, что мне делать, я говорю, слушайте, ну, вот у вас есть валютные облигации, замещающие облигации, он говорит, ну, ведь курс может быть лучше, я говорю, а как угадать, вот лучше покупайте сегодня, покупайте через месяц, покупайте через 3 месяца, пускай у вас средняя все время улучшается, поэтому неизбежно у вас цена будет нормальная, а гадать будем по минимуму 95 или 92 или 88, да как раз просто методично покупайте кусочками и все будет у вас нормально, это такой мой добрый совет, чаще всего так оно и работает, так, с недружественными валютами все понятно, лучше обходить стороной, так иду, я обхожу стороной, доллар, фиг 2, иду и подниму, а как же дружественные, есть ли банки, которые делают платежи зарубеж, например, дирхамах и юанях, да, полно этих банков, которые работают в дирхамах и юанях, еще раз говорю, обращайтесь в личку, я так рекламу делать не буду, потом я, ну, просто боюсь, потому что многое может меняться, обращайтесь, будем подбирать варианты, поделитесь вашим мнением насчет акций израильской компании ЦИМ на горизонте год, смотрите, ЦИМ, это производная от международных перевозок, перевозки упали, перевозчики стоят до безумия дешево, я считаю, что сейчас хороший момент их брать, да, возможно, впереди рецессия, но рынки смотрят вперед, рынки смотрят вперед, и в какой-то момент, наверное, эти акции начнут аутоперконить, сейчас в них заложены все негативы, на мой взгляд, бумаги эти хорошие, это касается, это не только ЦИМ и многих других перевозчиков, почему на таких данных инфляции рынок не падает, ну, потому что ликвидности все равно много, на плоди ли денег куча, а потом, понимаете, ну, как плохие, они не такие же плохие, они показывают, что инфляция все-таки снижается, просто чуть хуже и чуть медленнее, чем ожидания, вот и все, поэтому, ну, я уж не драматизировал, данные по инфляции не такие же плохие, плюс, вы знаете, когда многие проанализировали цифры по инфляции, то увидели интересную вещь, ожидали, что влияние энергетической составляющей, как любит говорить Дима Абзалов, оно гораздо меньше, чем ожидалось, и инфляция подскочила чуть меньше, чем даже многие прогнозировали, ну, вот расслабились, обрадовались, что, знаете как, ужас, но не ужас, 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 вот что-то типа такого, так, в недавнем вашем посте прочитал о брокере в Эмиратах, чем же этот брокер лучше других, да ничем, просто работать с ним можно, нашли ходы, есть пару брокеров, с которыми мы работаем, работаем с Энчери, тоже непросто, поверьте, очень непросто, много нюансов, которые вскрываются, в Эмиратах, к сожалению, есть проблемы, вот, ты начинаешь работать, и в процессе вскрываются нюансы, вот, я работаю там сейчас с одним банком, есть компания, которая должна там, платежи некие делать там, получать, заработать, но вот, дело в том, что 90% всех работников финансовой сферы Дубая, это индийцы, ну, поработайте с индийцами, поймете, я интеллигентный человек, поэтому не хочу в эфире выдавать все краски русского великого и могучего, поэтому помолчу, непросто, но работать можно, ты пишешь там этому самому менеджеру, он тебе отвечает, через два дня ты ему пишешь, потом выясняется, а мы вам послали письмо, а вы его не получили, какая жалость, давайте мы еще раз вам пошлем, нормально, они ужасные методы, ужасные, ими очень тяжело, у нас разные энергетики, разные ментальности, для них века, для нас единый час, или наоборот, в общем, это про них, с индийцами это точно, так, Лукойл отыграл вчерашнее падение, какие перспективы, ну, мы держим, держим, у Лукойл считаем, что байбэк, все прочее, там все будет нормально, так что, Лукойл, мы считаем, что это интересное вложение, так, как считаете, в настоящий момент, наиболее выгодно покупать облигации, сроком на 1-3 года, или более трех, деньги выстаскивать, нет нужды. Честно говоря, и американские, и российские облигации, я бы сейчас уже брал сроком на, ну, не менее пяти лет, мне кажется, это интересно. К тем, кто побаивается, берите 3-5 лет, тем, кто не очень боится, я бы рекомендовал, посмотреть на облигации, с дюрацией, больше 5-6, ну, то есть, сроком погашения, и 7, и 8, и 10 лет, да, более волатильно, но заработать можно было, и американские, и российские, мне кажется, и там момент неплохой, но просто не перебарщивает, поэтому, ну, вот приходят к нам деньги на облигационные портфели, меня менеджеры спрашивают, что делать, я говорю, размазывать по кривой, потому что предугадать, мы не можем, что-то брать дальнее, где-то брать, для ликвидности короткие, что значит для ликвидности, допустим, мы ошиблись, цены пошли вниз, ну, хорошо, подходит срок погашения коротких, мы берем эти деньги, перекладываемся, усредняемся, поэтому я бы раскладывал по кривой доходности, делая среднюю, среднюю дирацию, ну, где-нибудь, не знаю, пятерку, что-нибудь такое, четверку, это зависит от вас, насколько вы толерантны к волатильности, мне сейчас приходят клиенты, плачутся, ну, вот у нас портфель облигационный, просел на 4%, просел на 5%, ну, ребят, ну, и что, то есть, у вас что, дефолты, у вас, между прочим, вы не видите купоны, они накапливаются, накопленный купонный доход за это время, минимум там процент, другой третий, так что из доходности, которую вы получили отрицательную, там 5, надо вычесть, вот эти 3, кажется, что у вас убыток-то реальный, процента 2, ну, значит, в какой-то момент пойдет изменение тренда, и, соответственно, эти облигации пойдут кверху, а купончики-то ваши с вами, так что, я бы не парился. Так, существует много курсов обучения на финансовых и инвестиционных аналитиков, какие перспективы этих профессий, высокая ли потребность таких специалистов, легко ли найти инвестору, работу начинающему специалисту, извините, оговорился. Курсов много, курсов хватает, приходите в индивидуальном порядке, поговорим, мы, в принципе, планируем тоже сделать курс по инвестиционным аналитикам и финансовым аналитикам, мы это планируем делать, специалистов таких хватает, хорошие специалисты на вес золота, как и любой хороший специалист, перспективы, ну, слушайте, искусственный интеллект там будет шуровать вовсю, поэтому будет трудно, нужно быть очень адаптивным, уметь быстро специализироваться, переспециализироваться, это работа для тех, кто не боится изменений, а изменения могут быть серьезные, постоянные, и очень волатильная профессия, сегодня одно, завтра другое, надо уметь постоянно переучиваться, просто обратите внимание, оплачивать заграничное оборудование сейчас, когда рубль чуть укрепился, или подождать дальнейшего укрепления, ну, кто ж вам скажет, я думаю, что рубль еще на 2-3-4 процента может укрепиться, может даже на 5, каких-то драматических изменений я не жду, ну, посмотрим, может быть, ну, максимум 7-8 процентов, бюджет дальше не выдержит, то есть дальше уже силуанов взводят, так что это никому будет не нужно. Так, очень не хватает информации по вашему управлению в России, за рубежом, подскажите подробнее, сделайте, пожалуйста, эфир. Ну, смотрите, я в двух словах могу сказать, результаты управления по России очень хорошие, ну, это понятно, здесь надо быть конченным идиотом, чтобы при растущем рынке у вас были плохие доходности, там, где сбалансированные позиции, то есть, где облигации акции, естественно, облигации дают отрицательную переоценку, но незначительную, я посмотрел сейчас портфели, ну, например, загрузил там пару-тройку месяцев назад один портфель, облигации просели в среднем где-то на 2-3 процента, с другой стороны, я понимаю, что за это же время купоны примерно плюс-минус, учитывая, что средняя там доходность 12-13, ну, наверное, дали примерно то же самое, поэтому плюс-минус там ничего страшного нет, зато потенциал для будущего рывка. Что касается сегмента акций, там все очень хорошо, вот сегодня немножко пофиксировали наркотику, взлетевшую там в портфелях и на 50, и на 60 процентов, периодически фиксируем какие-то позиции, нет, все нормально, очень неплохо по России. Что касается западных, смотрите, облигационные портфели дойдут, как уже говорил, небольшую просадку, где-то там 2-4-5 процентов, вообще меня это не парит, более того, я бы сейчас добирал. Портфели, связанные с ультраагрессией, я держу шорты по-прежнему, думаю, что в какой-то момент они себя отработают, отработают очень хорошо. Ну, держу ТМФ. Пока вот ультраагрессию хороших результатов не дают, но я, честно говоря, рассчитываю. Если говорить про портфели акций, ну, плюс-минус динамика смешанная. Пока американские портфели сильно не перформят, но это понятно почему. Собственно, мы там и не делали большую ставку на безумный рост. Посмотрим. Я думаю, что либо на шортах отыграю, либо на ТМФ, либо на золоте, обязательно на чем-то там будет рвок. Так что здесь я спокоен, и более того, потенциал движения неплохой вырисовывается. Так, если ко второму полугодию 2024 года рубль опустят сильно за 100, это вызовет новый виток инфляции, ЦВ будет вынужден вновь повышать ставку, то целесообразна ли покупка длинных облигаций сейчас? Вы знаете, ну, всегда мы работаем в условиях риска. Я считаю, что пока это перспектива отдаленного будущего. Пока я вижу увеличение притоков валюты в страну, поэтому, ну, подумаем об этом, знаете, как Айл Тинк и Балуты Тумору с Карли Тухарой. Меня пока это не волнует. Так, стоит ли брать сейчас золотые монеты победоносец на горизонт в три года, чтобы сохранить рубли хотя бы на уровень инфляции? Ну, смотрите, победоносец считается инвестиционной монетой, не коллекционной, именно инвестиционной. Если вы хотите держать деньги либо в слитках, либо в инвестмонетах, в частности, победоносцев, ничего плохого нету, думайте просто об охране, думайте о том, где вы их держите, понимаете, что есть спреды, покупки и продажи. Я не люблю такие вещи, но с другой стороны, кто хочет, знаете, вот, чуешь, маешь вещь, держишь в руках, это мое, как говорит один мой знакомый, это, говорит, мое, никому не отдам, держу в кулаке. Ну, если вот так вам комфортно, делайте так. Я предпочитаю лучше иметь облигации того же Селегдара. Но, с другой стороны, если что-то плохое, в кулаке, оно в кулаке, а Селегдар, оно запись строка. Ну, вот, как-то так. У меня счет в Айби, вы упоминали о брокере в Эмиратах, зачем мне еще один счет, какой в этом смысле смысл, и о каком брокере идет речь. Ну, смотрите, мы работаем и с Арком, как я уже сказал, и с Энчери, в Эмиратах, и там, и там есть свои нюансы. Например, Арк работает с суммами от трех миллионов долларов. Опять же, опытным путем выяснили. Люди, например, на сумму полмиллиона, миллион долларов открывают счета, не понимают, что так долго. Потом они признались. Говорят, ну, в общем, мы, конечно, работаем с крупными. Я говорю, ребята, ничего нельзя было раньше сказать. Ну, вот. Вот это вот классика Эмират, к сожалению. Да, работают, да, нормально работают, но вот вскрываются какие-то мелочи. Так что Century это для крупных в принципе, не Century, извините, Арк. Что касается Century, там тоже свои нюансы. Здесь мы можем открывать, здесь мы не можем, здесь мы так, здесь мы сяк. Есть свои нюансы, их надо просто знать. Ничего трагичного, просто надо знать. НКХП после покупки в вашем сервисе провалилась вниз. Можете прокомментировать? Ну, я думаю, что перспективы у компании неплохие, поэтому там может быть расширение зернового терминала, увеличение квот на экспорт со стороны правительства, может быть значительный рост тарифов. Ну, в общем, я думаю, что ничего страшного по НКХП нет. Так, насколько реализуем иранский сценарий на российском рынке ценных бумаг? Ну, не полностью, конечно, но частично, да, похоже, что реализуем. Может ли рынок при тотальной доминации физиков и прямом количестве институтаналов быть прогнозированным? Конечно, можно. Действия отдельного физика прогнозировать невозможно, а вот действия огромной толпы физиков уже можно. Реально, это так. да, они более эмоциональные, но их как раз анализировать не так сложно. Конечно, проще анализировать институтаналов. Я думаю, что количество институтаналов потихонечку на российском рынке будет расти. Может ли рынок при тотальной доминации физик, а, я тоже сказал так, что будет с экономикой Израиля, курсом шекеля при негативном варианте конфликта? Ну, слушайте, за все есть цена. Если будет негативное, это значит разрастание конфликта, значит, дополнительные затраты. Значит, Израилю придется занимать деньги на международных рынках. Рейтинг у Израиля очень высокий, Израиль считается очень надежным заемщиком, стоимость заимствования небольшая. Поэтому, ну, слушайте, ну, займет лишние 20-30 миллиардов долларов. У Израиля огромные золотовалютные резервы, у Израиля все стабильно с экономикой, шекель просел, так что израильские экспортеры чувствуются вполне неплохо, ну, будет просадка, будет, может быть, даже, если самые негативные сценарии, отрицательные темпы роста один год, потом восстанавливается все. По израильской экономике, если честно, я спокоен, так же, как и по израильской недвижке. Подергается на месте, пойдет дальше, расти. Может ли рынок прийти от А, это я говорил уже, стоит ли вообще инвестировать в Россию? Ну, вы знаете, это индивидуальный вопрос, это зависит от вас. Вот приходит человек мне и говорит, я планирую жить за границей. Я говорю, ну, тогда тебе, наверное, имеет смысл открыть счет в экзанте или в интерактив брокере, накапливать свои положения там. Если человек живет в России, не планирует куда-то ехать, если у него, в общем-то, все понятно с его планами по жизни, ну, и так далее и так далее, там подобное. Ну, почему нет? Можно инвестировать в Россию, тем более, как я уже сказал, иранский сценарий может быть, и это может вполне неплохое место для сохранения денег. Так что, рынок акций имеет шанс, может быть, еще и удвоиться за ближайшие год-два. Не вижу ничего такого невозможного в этом. Так, дальше. СМИ пишут, что рубли как-то можно отправлять за рубеж. Честно говоря, сомневаюсь. Скажите об этом, если знаете, что посоветовать. Я уже говорил, если есть желание, обращайтесь, можно все это делать вполне законно и нормально приходить проконсультированным. Так, как думаете, сколько по времени продлится обострение в Израиле? Пара недель, пара месяцев, полгода, год. Как затягивание скажется на экономика ценных монет? Смотрите, я думаю так, вот сегодня у нас с вами 13 пятница. Доброе утро. Значит, наземная операция скорее всего начнется в течение дня двух. Почему затягивают? Ну, объективно я понимаю, амуниция, чего-то не хватает, плюс обучение, плюс, вы же понимаете, что вводить войска, сопопутные, пехотные бригады в густонаселенную местность и самое главное, там где куча домов и скучено все, ну это просто посылать людей на гибель, там все заминировано. Никто этого в Израиле делать естественно не будет. То есть в Израиле будет предпочитать действовать аккуратно, оберегать жизни солдат, ну и поэтому никто спешить не будет. Наверное, вначале попробуют расчленить сектор газа на две части. Короче говоря, я думаю, что вся эта бодяга затянется примерно на месяц. потом мировое сообщество, прочее, прочее, крики спасите наши души и прочее, как обычно оно бывает, ничего нового нет. Благодаря или из-за зверства Хамаса, нечеловеческого зверства, сегодня в очередной раз видел эти видео, лучше нормального человека этого не видеть, что сотворили эти подонки, у израильтян нет тормозов. Вот сегодня нет. С другой стороны, израильские медики продолжают лечить этих негодяев. Я знаю, что собирались толпы израильтян около больниц, хотели там их линчевать, но охрана не дала. Понятно, что их куда-то перевели, но продолжают тем не менее лечить. Израильтяне все равно остаются израильтянами. И естественно, что сегодня основное чувство это ненависть, ярость, желание отомстить, но люди всегда останутся людьми. Знаете, вот вчера разговаривал с друзьями, разговаривал с женой, она говорит, ну что, ну вот если бы ты пошел, ты бы смог пристреливать раненых, например? Не смог, не смог, это невозможно. Вот и все. Так что, ну где-то, наверное, месяц. Ладно, что-то меня не туда понесло. Так, поехали дальше. Уже заканчиваем. Будучи резидентом в России, стоит ли использовать крупные суммы на зарубежных брокерах для покупки американских десятилеток, или же стоит не рисковать, а оставаться на отечественных площадках? Это зависит от того, какие у вас планы. То есть частично можно, если у вас большая сумма денег для диверсификации, почему бы и нет? Так, ну я дальше уже буду выборочно, потому что еще вопросов несколько. Страниц я кратко. Я знаю, что вы иногда балуетесь фьючерсами. Как вы думаете, доколе на Мосбирже маркетмейкере будут пользоваться тонкостью рынка, то раздувая контанга, то создавая баквардации, будут обманывать пользователей? Ну не обманывают, они резвятся, слушайте. У них свои игры, но вы же знаете эти игры, поэтому два варианта. Либо не реагировать, либо спокойно держать позицию. То есть, да, я поигрываю, честно, я просто не рекомендую никому этого делать, слишком рискованно. Что я делаю? Ну, например, когда я полагал, что доллар будет укрепляться, я просто купил фьючерсы на доллар, рубль, доллар, точнее, доллар, рубль, доллар, юань и рубль-юань. Юань-рубль. Вот, купил эти фьючерсы и держал спокойно, вот на мелкие флуктуации не реагировал. Примерно до 99-101 я практически все продал. Ну, вот так, продал и все. Когда я увидел 102, да, я немножко зашортил, я не стал давать эти сигналы, потому что, ну, меня многие просят, скажите, а потом приходят с претензией. Поэтому я предпочитаю этого не делать. По 102 зашортил, по 99 части уже закрыл шорт. Сегодня закрыло остаток шортов по 90, где-то 7 примерно. Ну, по мелочам играюсь, но, ей-богу, я не даю советовости, если считаю, что это неэтично. Слишком рискованная тема. Вот. Просто я не играю в мелкие игры. Беру тренды, когда, а дальше уже не принципиально. Где я и что я. Так. Ну, и последний, наверное, вопрос. У экологов зайти через Тилрей или МГТ? Ну, как вам сказать? Взять среднее по больнице или взять что-то экстравагантное? Хотите поострее, возьмите Тилрей. Хотите все-таки спать поспокойнее? Возьмите MJ. Вот. Ну, вот еще такой вопрос. Как с учетом вашего опыта оцените вероятность роста индекса S&P 500 до годовых максимумов, учитывая следующие факторы? Квартальный рост американского ВВП прогнозируется экспертами на уровне более 4,5% год в году замедлением экономики не пахнет. Я нифига не согласен с этим. Я думаю, что пахнет. Рекордный объем открытых коротких позиций по американским акциям. Ну, есть такое дело, да. Все ждут падений. Рынок никак не реагирует на высокую доходность по длинным бандам. Ну, пока. Пока временно. Все пока. Сезон-то в Санта-Ралли. Это да, может быть. Как бы специально многие инвесторы мои банки нагоняют жуки на инвесторов, чтобы пролить кровь медведей в четвертом квартале. Ну, уж прямо вот эти заговоры против медведей. Как сидят и заговорщики с тем, чтобы покарать медведей. Вам не смешно? Ну, все может быть. И тем не менее, я думаю, что если будет и ралли, то сперва мы увидим все-таки некоторую просадку. Я ее жду на уровне ниже 4,200, а там посмотрим. Вообще глобально, я думаю, что в течение обозримого будущего, когда я говорю обозримый, это имеется в виду полугода, мы можем быть значительно ниже 4,000. Я, собственно, делал на эту ставку и по-прежнему делаю. Но то, что могут быть отдельные выбросы, да, рынок, к сожалению, непредсказуемый. Но не забывайте, ко всем позитивным моментам добавилась куча негативных. Так что увидим. Увидим и студенческие кредиты, которые надо возвращать, и рост доходности, которые будут приводить к банкротствам отдельных компаний, геополитика, ну и прочее, замедление оборачиваемости валют. Да много чего есть, слушайте, столько всего. Поэтому я не думаю, что только одни позитивные факторы. Но выбор сверху, рынка наверх, конечно, возможен. Друзья, я постарался ответить на несколько десятков ваших вопросов. Обращайтесь дальше, с удовольствием буду продолжать. Когда смогу, в прямом эфире, когда не смогу, вот так вот в записи. Надеюсь, вам будет интересно, надеюсь, чем-то смогу помочь. Удачи, ваш, Евгений Коган, канал БитКоган. Подписывайтесь, ставьте лайки, дергайте за колокольчики, нет колокольчиков, дергайте за что-нибудь еще. Всего доброго, до встречи на новой передаче с Димой Абзаловым. Она будет в это воскресенье, как обычно. Димой Абзаловым. Спасибо.